И всем привет, дорогие друзья! Мы с вами в магазине Светофор, сейчас посмотрим с вами какие есть новинки. Новинок очень много, кстати, я уже пробежался, посмотрел. Друзья, огромная просьба поставить видеоролику лайк, написать комментарий, очень сильно нас этим поддерживать. И все вот кто лайкать, ставить комментарии, огромное спасибо, прям от всего сердца. Смотрите, новые кастрюли появились, ну как новые? И они здесь уже были, разбирают их очень быстро, эмалированные на 5 литров с крышками. Вон там вот ручка есть. Вот где можно купить такую кастрюлю за 720 рублей, грубо говоря, да, 719.50. 5 литров объема с крышкой и всего за 720 рублей. Эмалированная кастрюля. Мне кажется, нигде дешевле просто не найти. А еще люди пишут, что в Светофор вообще ходить не стоит, там нечего покупать и так далее. Вот, отличная экономия. Друзья, новый гель для стирки объемом 3 литра. Fresh называется. 200 рублей всего цена. 3 литра, 200 рублей. Есть Biolic 3 литра, 262.50. Но я бы, наверное, чуть-чуть доплатил и купил бы Biolic. Я уже не раз говорил, что в Светофоре лучше немного доплатить, чем купить дешевый товар, но качество не очень. Друзья, ну встречайте, это, наверное, самая лучшая новинка на сегодня. Ну, по моему мнению, брюки мужские и женские с начесом, модель с карманами. 80% хлопок, 80% полиэстер. Размер 40-86. Это женские и мужские, у них секс. 980-990. Почему лучше? Потому что я их уже потрогал. И у них качество реально очень-очень хорошее качество. Я прям вообще очень люблю такие вот штанишки с манжетами. Мне уже кто-то говорил, что это не манжеты, но вот у нас их называют манжетами. Смотрите, с начесом, тепленькие. Черные есть. Вот такие вот есть. Они прям очень мягкие, качество реально прям топ. Почему я говорю, наверное, самая лучшая новинка за сегодня? Потому что такие шаштаны, вот отдельно от костюма, можно купить на рынке где-то 2 рубля. Здесь, считай, в два раза дешевле. Вот зелененькие есть для девочек. Обалденные же. Я не знаю, камера не передаст, конечно, качество. Но качество хорошее. Смотрите, какие пледы завезли. Очень мягкие. Цвета есть всякие разные. А, это вот этот производитель, он уже здесь был. Едем. Он уже здесь был, только смотрите, какой большой ассортимент. То есть цветов, разукрасов. Этот серенький, симпатичный. Очень мягкий. Цена у них 800. Так, это одеяло. Плед 450 всего цена. Размер 150 на 200 сантиметров. Хорошая цена вообще. 450 рублей. Смотрите, появился новый порошок. По-моему, он здесь уже был. Я еще говорил, что он типа японский. Japan, да? Но по факту, наценники еще, подписчики, да, это точно он, заметили, что Китай. Здесь пишется производитель. Китай. 377,50. А на упаковке Япония. Макви производитель. Если кто брал такой порошок, 3 килограмма. Если кто брал такой порошок, пишите в комментариях. Стоит или не стоит его покупать. Смотрите, какой еще порошок появился. 9 килограмм. Цена вообще подарок. 471,90. Ну, не знаю, как качество. Если кто брал, ждем ваших отзывов в комментариях. 9 килограмм за 471 рубль. Смотрите, здесь и ручная стирка, и автоматическая. Градусы всякие разные, от 30 до 90. Без фосфатов, без фосфатов, биолик называется. 9 килограмм. Ну, плюс с ручкой удобно. Можно переносить удобно. 9 килограмм. Если кто брал, 471,90. Думаю, многим будет интересно. Напишите свой отзыв. Смотрите, зелень появилась в Тафоре. Лук зеленый. 112,90. 200 грамм. Салат листовой. 150 грамм. 71,90. И укропчик. Казахстан. Салат Китай. Лук РФ. А это Казахстан. 112,90. 200 грамм, да, наверное? Да, 200 грамм. Новый майонез появился. До этого показывали вам вот такой. Слобода. Провенцаль. 126,90. 800 миллилитров. А сейчас появился в ведерке. 67 процентов. 1 килограмм. 160 рублей. А, мы такой брали майонез. Да, мы такой брали. Ну, среднего качества майонез. По мне так лучше. Вот, слобода. Он и дешевле. И для меня, чисто мое мнение, он немного получше. Кстати, яйца стали подешевле. Еще буквально летом они стоили 380 рублей за три десятка. А сейчас уже 338,90. То есть, ну, практически там, грубо говоря, 113 рублей за десяток. 30 штук. С1 категория. Смотрите, крупное яичко. Не мелкие, не перепелиные. С1 категория. Смотрите, новый карбонат появился. Раньше постоянно завозили от Артемира. А сейчас сырокопченый карбонат Шарлиер. Никольск производитель. 412 грамм на 253 рубля. Если кто брал такой карбонат, пишите в комментариях. Очень интересно. Выглядит он прям неплохо. Копчененький, приятный. Цена за килограмм у него 587,90. Сначала подумал с сыром. А на ценнике не указано, что сыр. Мясо прессовано, аппетитно, из мяса птицы. Из мяса кур. Первый сорт. 117,90. Такой вот рулет. Очень похоже на сыр. Вот особенно вот здесь, желтенький. А это, я так понимаю, какой-то жир. То ли сало. То ли чего. Вот здесь практически вообще нету. 117,375 грамм. Дата изготовления совсем свежей. Мясной ряд. Еще говорят, что в светофоре грязно. Смотрите, люди размораживают, холодильник чистят, моют. И все для вас. Все здесь чистится, все здесь моется. Молодцы, ребята. Шашлык, смотрите, по огромными буквами. Шашлык. Давайте по ценам пробежимся. Понятно, непонятно, сколько там бульона и так далее. Ну, рассола вот этого. По ценам только могу сориентировать. Это шашлык из курицы 257,90. Шашлык свиной в маринаде 296,90. Ребрышки свиные 288,90. И шашлык куриный аппетитный 245,90. Это цены за килограмм. Производители. Только вот этот разный. Агроптица. А остальное все рус, мясо, мол, торг, Россия. Печень говяжья появилась. Вот это, кстати, прям. И недорогая. 294,90. Это очень хорошая цена. Кусочки есть разного. Смотрю на 800, на 800 грамм, на 900 грамм. Ну, в среднем плюс-минус килограмм, грубо говоря. На килограмм 100 есть. Хорошие кусочки, хорошая печень и по приятной цене. Смотрите, креветка королевская. Но она появилась здесь уже давненько. Мы сюда заезжали и ее брали. У нас пошла, представляете, с моря речку Кита. Ну и мы в Кураже поехали на рыбалку. Два дня ездили с утра до вечера. Ничего не поймали. Взяли вот такую вот креветку. Мы читали в интернете, что Кита клюет на креветку. Вообще ни одной поклевки не было. 635-90. Кстати, креветка когда разморозилась, мы ее попробовали. Ну, пакет такой взяли. Куда нам столько для рыбалки. Попробовали. В принципе, очень хорошая, вкусная креветка. Только ее нужно хорошо чистить. У нее вот посередине дерет кишка очень много песка. Обязательно чистить ее. А кто вот не чистит, потом говорит, что у нее на зубах хрустит. Креветка не очень. Потому что нужно ее чистить, кишку убирать на нее. Ну, вот еще морские новинки. Харшментая. Дальневосточный, высший. Пробы. Сколько цена у него? Ага. А цены-то я не видал. Вон он, фаршментая. 206,50. Это килограмм получается. Брикетик идет. И пельмени морские. Пельмени с горбушей. Гранд Марио. Уссурийс производитель. Сколько цена у них? Снежный краб. Мясо краба. Это у нас вот эти вот крабовые палочки. Шхуна. 137,50. 200 грамм. А, вот они. А есть еще большая, да? Полкилограмма есть еще. Так, а где у нас получается цена на пельмени на вот эти? А, вот она. 216,90. Ну и напоследок пройдемся по конфетам. Потому что людей, очень много людей интересует именно вот такие вкусняшки, сладкие светофоры. Потому что они здесь реально дешевые. И часто попадается очень хорошего качества. В суфле конфеты птичьей сказки в ассортименте 500 грамм. 140 рублей 90 копеек. Вот так вот они выглядят. Вкус ванили. Если кто брал. Вообще, если кто видит вот какие-то товары, которые он брал, в нашем обзоре видите товары, которые вы брали. И знаете, как они по качеству. Пишите в комментариях свои отзывы. Я думаю, многим людям это будет действительно полезно. Кстати, мы брали вот такие вот штуки. Брали с этим вкусом. Нам вообще не понравилось. Вот честно. Да, она красиво выглядит. Может быть с яблоком вкусно. Мы брали вот именно арбуз. Арбуз дыня. Нам не понравилось. Честно скажу. Может быть с яблоком неплохо. 179,90,350 грамм. Такие вот мурмеватки. Выглядят они, конечно, прикольно. Но по вкусу не очень. Вот, смотрите, еще новые конфетки. То есть с орешками. С соленым арахисом. Полкилограмма. Цены нету, да? А, вот они. 179,50. Надо будет как-нибудь взять попробовать. Вот еще новые конфетки. Итальянский десерт. Сначала подумал тоже на печье молоко. Это конфетоглазированный комбинированный итальянский десерт со вкусом тофи. Полкилограмма 140,90 копеек. И все, кто брал, тоже напишите. Вот их, наверное, мы возьмем в следующий обзор. Интересно попробовать. Вот еще новые конфетки. Самые умные конфеты. Конфета на сливках. Производитель Сладуница. Да, кондитерская фабрика. 500 грамм, 216,90. Если кто брал, тоже пишите в комментариях. Ну, я так понимаю, сделано в цент, как на киндер. Тоже разукрасы похожи. Ну, киндер, шоколадки, знаете. Киндер – это не только яичко. Это вообще производитель такой киндер. Он делает шоколадки всякие разные. Ну, думаю, многие знают. И вот сделаны под них разукрасы. Смотрите, какие печеньки прикольные. Вот похожие мы брали в обычных магазинах раньше. Очень вкусные. Они как домашние, знаете. По ним прям видно, что как будто они прям домашние. Сколько стоят они? А, они еще и со сгущенкой. Со вкусом сгущенного молока и сахара. 200 рублей. А вес не указан. Килограмм. 150 суток срок годности. Да, вот они с начинкой, со вкусом сгущенного молока. Блин, прикольно. Надо будет попробовать их. Огонь. Поехали. Огонь.